Счастье, косметос и маньяка! Джеффри, ты не в курсе, что там его косметос? Интересно, а можно там себе оттеночков отсыпать? Как думаешь, сколько мой мужик может принести бабла домой мне? Хм, что? Говнюки. Хрюшка будет и иллюминаты, и... Я не простояк, копим бабули. Божечки, какая милота! Всем привет, с вами Мария, и продолжение четвертой серии первого сезона сериала Шейна Долсона про Джеффри Стар в моей озвучке в формате реакции. Да, Шейн уже второй сезон выкладывает, а я все еще первый. Но вы даже не представляете, насколько актуальна эта серия на сегодняшний день. Вы уже, наверное, знаете, что во втором сезоне речь пойдет о косметической коллаборации с Шейной и Джеффри. А сегодня узнаете, о чем они говорили еще год назад. Заинтриговала? Тогда скорее подписывайтесь и давайте смотреть. Да, очень буду ждать вашей поддержки в виде комментариев, лайков или доната. Эти мои видео, к сожалению, не монетизируются. Если у вас вылезла реклама, то это не мое. Да, если не видели начало этой серии, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. Также посмотрите все предыдущие серии, чтобы понимать, о чем речь вообще. И кто все эти люди. И вкратце, предыдущая серия закончилась тем, что Джеффри и Шейн с его друзьями приехали на склад к Джеффри. Каждый должен носить сетку для бороды, если есть борода, и сетку для волос. Окей. Борода, Гаррет, немного длинновато. Нет, я должен надеть это во всю морду или что? Нет, только на твои волосы, детка. Это таинственно. Я как сумасшедшая. Почему делает Гаррет, а стыдно мне? Давай, детка, напяляем ее. Дышите носом. Носом, Гаррет. Окей. Ок, Ребзь, пошли. А, прачечная. О, божечки. Это все разные части склада. Это типа одна из пудровых комнат. Да, и это одна из многих. Похоже на понтика-машину. Извини, дорогуша, Шейн вечно голодный, да. Да, конечно, будь что-то вечно голодным. Вообще, ни в одной серии ни разу нормально не покормили человеческой едой. Теперь мы идем к главной нитке конвейера. Доброе утро, Джеффриа. Привет. О, экипаж, отлично. Бобро пожаловать, Ребзь. О, божечки, че это? Это там ты хранишь всех твоих бывших друзей? Там манекены. Это наикрутейшая хрень, которую я видел. О, божечки, посмотри, это твой косметоз. Да, как бы, Джеффри, ты не в курсе, что там его косметоз? Бладшуги, Джеффри Стар. Счастье, косметоз и маньяка. Мы сделаем вам небольшой тур, как мы собираемся сделать Бладшуга сегодня. Окей. Проведите нас через весь процесс. Шейн никогда не был на задворках косметоза. Да, окей. Я знаю, шок. Они открывают все коробки, палетки, оттенки, все вместе складывают и отправляют на ленту. Это как в кине. Да. Интересно, а можно там себе оттеночков отсыпать? Любимых побольше. Ты их скоммуниздил? Я нашел это. Я готов делать косметоз. Как в Норвегии. О боже, изумительно. Мы собираемся быть в трехсот магазинах в Финляндии. Так, ребят, я знаю, что меня смотрят из Финляндии. Интересно, сколько сейчас Джеффриных магазинов у вас? Это ж годовалой давности видосик. Тут очки мы начинаем соединять и смешивать все пудры. И это, типа, куча мейкапной пудры. Что? Нет. Фак. Круто смотрится. Ну, зачем они его с собой взяли? Хотя, наверное, за этим и взяли. О, это же Фристар? Да. Круть. О божечки. Надо это подогреть и прислонить к чьей-то спине, да? Ха-ха-ха. Гарета. Какая милая, добрая женщина. Мы идем в комнату прессования. У тебя бывают моменты, типа, что происходит? Не, я готов к следующему продукту. Ты не просто смотришь на всех этих людей, типа, божечки, это мое имя. Не, я, типа, давайте сделаем больше, больше, больше. Я готов продвигаться вперед. Даже просто будучи здесь, я хочу создать еще 10 вещей. Красава, Джеффри! Все, кто хотел узнать, как делается косметолог с Джеффри, пожалуйста. А если слишком мелко смотреть, можете посмотреть эту серию Шейна. Там покрупней. Посмотрите на палетку, я так взволнована. Стой, ты снял, как я рожь накрасил? Ха-ха-ха. Получите обзор моего фабричного макияжа. Это выглядит, как несчастный случай на фабрике. Странным образом его не произошло. Это освещение настолько брутально. Как видите, Джеффри до сих пор спокоен, как слон. И не прибил Гаррета. Даже за то, что тот совал пальцы куда не надо. Ок, давайте поболтаем. Стой, что это за комната? На самом деле, это первая комната, в которую я вошел, когда у меня была первая встреча, на которой я представил свои идеи владельцу и креативному директору. И мы сели прямо здесь, и я сказал ей о своем видении. Они реально не берут на себя много новых планов долгое время. Или кого-то, кто меньше. Я просто рискнул. И я полностью... Мы получили мое видение сразу. И они были так взволнованы, чтобы все это ожило. Это было первое место, которое когда-либо было здесь, в этом здании. Это сентиментальный момент для меня. Ой, божечки, какая милота. Это тип комнаты презентации? Да. Тип презентовать идею? Угу. Окей. Что, если просто поменяться ролями? Теперь ты гендиректор, потому что ты и, возможно, мы должны представить... О, божечки! Я имею в виду, вы знаете, я думал давно, я не знаю, все ли сойдут с ума, но я думаю, ты должен попытаться создать продукт. У нас тут уже есть один такой. Мы должны сделать паузу. Я не знаю, что это за пигмент, и тебе бы не надо этого делать. Окей. Джеффри оспокоен просто нереально. Как будто всю жизнь в дурдоме работает. И уже не реагирует на странных людей. Шутки в сторону. Я не знаю, какие химические вещества там, и что они сделают с твоей кожей. Тебе срочно нужна антимакияжная салфетка. Я реально серьезен. Господи! Я не знаю, что это. Оно может остаться на неделе. Три в другую сторону, а то размажешь. Эх, мужики. Блин, ну жесть, а не чел. Я б его там уже прибила. Ок, давайте вернемся к разговору о продукте. Да. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы сделать что-то подобное? О косметосе? Да, о чем угодно. Окей. Ты типа реальным или частично реальным? О реальном. Чтоб я на самом деле сделал какой-то косметос. Мне бы понравилось это, потому что так весело, и я действительно очень люблю эту хрень. Но не подумают ли люди, что я тупой или странный, и что собираюсь делать косметос? Типа, почему же им делает это? Ведь он не красится. Хм, тупой или странный, потому что делает косметос, но не красится? Хм, это чё ж, все мужики-производители косметоса тупые или странные? Те, которые не красятся? Не, ну на самом деле, шейный косметос действительно странно. Я так не думаю. Ты уважаешь косметос? Я уважаю. В смысле, ты видишь, что ты видишь, все, о чем ты думаешь вечером. Я смотрю макияжные видосы. Да, когда ты видишь продукт, я думаю, что многие потребители, как ты видишь, если они смогли бы выбросить коробку, и они не ценят это, они не обязаны. Владелец ли я? Я гораздо больше. Личные чувства вовлечены. Но есть ли у них весь процесс? От коробки, штрих-коды, размеры рефилов и т.д. В общем, все. Это так весело, быть креативным и сходить из-за этого с ума. Я просто знаю, что с твоим мозгом ты мог бы сделать что-то, что сносит башню. Я бы мог сделать упаковку, как у диетической коды или пива. Да уж действительно, с его мозгом мог бы. Шейн, ты мог бы сделать то, что уже сделано? Косметику Глэм Лайт, которая... Еда! Тако, пиццы, бургеры, картошка фри и куча другой жрачки в виде косметики. Точнее, косметики в виде жрачки. И когда ты ее открываешь... Псссс! Да. Супер оттенки! О, божечки, стой! Теория заговора с Шейном Доффсоном. Палетка заговор. О, палетка таинства. С символами нарифилов. Тип как серебряное с зеленым. А чё, это я сказал. Погодь, кто-нибудь купит это? Ок, честно. Я готов купить. Для видео или чего-то еще? Че они несут? Они серьезно? Мне кажется, жрачка больше близка Шейну. Как я поняла из всех серий. Вы запоминайте, запоминайте, о чем они говорят. Давай идеи. Окей. Не, это мой чай. Ой, че это за срань? Без сахара, с говном. Ок, мы должны презентовать их? Презентуем наши палетки. Палетка-презентация. Окей. Блин, Райланд Жгун. Молчит-молчит, потом как че скажет? Хоть стой, хоть падай. А кто хочет быть первым? Гарретт должен идти первым. Хорошо, Гарретт идет первым. Ты должен самопрезентоваться. Ты знаешь как? После стука. Да, знают. Уже отрепетировали в доме Шейна в предыдущем выпуске. Теперь понятно, к чему это было. Все, блин, в этом сериале не просто так. Здрасте. Привет. У меня здесь живая идея школы животных. Пожалуйста, присаживайся. Спасибо большой. О чем ты хочешь поговорить сегодня? Я хочу поговорить о палетке для моего друга Шейна Долсона. И эта палетка основана на всех эмоциях, которые он испытывает в жизни. Никаких палеток не хватит. Окей. Что если тип не очень хорошо сегодня, это синий? Ок. Я думаю, это самое подходящее. Красный, другая, как страх, который очень редок. Это звучит тип как лимитка. Да, лимитка, конечно. Ок. Зовите следующего. Гаррет прям бесконечный генератор идей. Какой шикарный выбор, аж два оттенка придумал. Ну а что? Лимитка из двух теней. Таков еще никто не делал. Почему бы и нет? Привет. Привет. Как ты? Я отлично. Что происходит сегодня? Я ковырялся в лаборатории, и у меня есть некоторые идеи для моего бойфренда Шейна Долсона. Я думаю о палетке из двух частей. Ммм, ок. Первая и люми глаз. О, ок. Что? Мы уже это обсуждали. Что? Ты не презентуешь нового. Это существующий реальный продукт. Ну да, который Джеффри придумал. Райланд, блин, еще один креативщик. Вы готовы к следующей встрече? Опоздал на 12 часов? Так, бесит. Эй! У меня не так много времени. Ок. Моя палетка. Давай поговорим о ней. Ты никогда не делал мукбанг. Иронично. Моя мукбанг-палетка. Ок. Я слышал, ты понял, что у тебя есть идея, что ты хотел бы передать мне или сказать мне. Но дай мне посмотреть, смогу ли я сделать это реальностью. Я думал, что палетка будет в форме моськи-хрюшки. Ммм, ок. И я думал, возможно, в маленькой короне. Ок. Я думаю, я не могу это осуществить. Да уж, слишком шикарная идея. Шейн поклоняется хрюшкам. Это уже все поняли. Не знаю, что там с палеткой. Они пока интригуют всех и молчат про палетку или палетки. Но то, что они выпустили зеркало в форме моськи-хрюшки в коллабе и рюкзак, уже всем известно. Так что я не просто так говорю, запоминайте, что они там говорят. Ни в коем случае. Если серьезно, что ты на самом деле думаешь? Что люди на самом деле хотят? Они хотят шуток? Они хотят оладушек? Или они хотят другой косметоз? Ок. Кто-то, кто является другом и поклонником твоей работы, скажу тебе, как мужик мужику. Да. Я думаю, тебе на самом деле надо быть иконой или похоронить тебя. И без шуток. Оттенки, упаковка, которая может быть забавной, прикольной и ржачной, но в целом это должно быть вау. Ты не собираешься сделать это, ты должен идти по пути. Да. Что если это будет в форме иллюминатов? Что если бы оно было в форме чего-то странного, типа гипнотического черно-белого? Я готов купить это прямо сейчас. Всю эту херню, о которой мы сейчас поговорили. Сколько времени нужно, чтобы на самом деле сделать это? Если мы начнем сегодня с нуля, вероятно, это займет 6-7 месяцев. Так много времени. Мы покражим это в 500 серии. Я на самом деле хочу сказать, что будет интересно, потому что мы могли бы сделать эту палетку, мы могли бы задокументировать процесс придумывания идей, создающих настоящую палитру, заставляющую маркетинг делать коммерческую деятельность когда-либо. Я переводила эту серию в тот день, когда вышел трейлер, и я такая смотрю трейлер, и такая, что? То есть по трейлеру уже понятно стало, о чем будет второй сезон. Я такая перевожу и удивляюсь. Потому что все, что я перевожу, я вижу в этом трейлере. Палетку там не показали, а жаль, но я думаю, что там, возможно, будет их реально несколько, и, возможно, там и хрюшка будет, и иллюминаты, и вот это вот все. Потому что в сериале, как я уже сказала, я замечаю, что все не просто так. В трейлере показали только, как Шейн выбирает оттенки. Ну, понятное дело, что для палетки. Кто бы мог подумать, что шуточный разговор годовалой давности окажется реальностью? И на полном серьезе. Ок, никто никогда не показывает реальное закулисье, как создается продукт с нуля до номер накладной на бумаге, что это в твоей руке, готово к отправке. Никто никогда не делал это. О, Божечки! Будем ли мы делать это не только для того, чтобы показать весь процесс? Но я хочу быть честным, я хочу показать, потерпит ли он мне удачу или удастся. Я хочу показать дату запуска. Что это значит для каждого мейкоп-тура? Устроим вечеруху! Я сказала это! Устроим запуск! Прямо как у нас! Будут официанты, одетые как... Хорошо, каждый ненавидит меня. Это будет просто смысл команды. То же самое. Кто о чем, а Гаррет о вечерухе. И никто не оценил. Говнюки. Эх, ничего они не понимают в запусках Космитоса. Кстати, интересно будет, если действительно они сделают так, как сказал Шейн. В сериале он теперь стопудово, я думаю, покажет дату запуска. Правда, пока он выпустил на момент моей вот этой съемки две серии. Возможно, когда вы смотрите, уже вышла третья. Я прям очень-очень жду, когда они там уже весь Космитос покажут и выпустят. Копим бабули. Если все получится, как думаешь, сколько мы можем увидеть? Мы можем прерваться на секундочку. Есть также, которые ты хочешь вырезать? Это интересно. Агась. Круто. Мне просто любопытно. Если бы это было успешно, как ты думаешь, сколько он мог бы получить? Что переводится, как думаешь, сколько мой мужик может принести бабла домой мне? А Райланд еще и про думан появился впервые в начале этой четвертой серии. Всю серию, считай, молчал, периодически там пару слов говорил, а тут его прям прорвало, когда про денежки речь зашла. Причем первый раз Джеффри съехал с темы, но Райланд не сдается. Все зависит от стоимости товара, от того, насколько дорогая упаковка, насколько хорошую формулу вы хотите. Очевидно, мы хотим чего-то удивительного, что люди могли бы реально использовать и наслаждаться. И хотели бы делать заказы снова или коллекционировать косметоз. Это зависит от того, сколько единиц вы могли бы легко сделать. Эммм, миллионы в день. Шо? Райланду явно понравился ответ. Это тут так много бабла, чтобы сделать. Я полагаю, ты тут можешь сделать. Да, это происходит. Бренды никогда не хотят говорить вам, сколько единиц. Я был очень откровенен, когда мы выпустили Бладшуга. У нас было 100 тысяч единиц. И немедленно, 10-20 минут, и все кончилось. Это был такой важный момент, потому что это был мой самый большой запуск на сегодняшний день. Но я потратил много времени, я никогда не делал застежки, как на их упаковке, прежде. Я думаю, вышло красиво, и его макет был потрясающим. 100 тысяч людей купили их? По 52 доллара за штуку. Значит ли это, что нужно заплатить за 100 тысяч, чтобы они были в наличии? Половина стоимости предоплата, и затем половина позже, когда ты получишь все. Я, честно говоря, думала, что у Джеффри, вот когда вот эти лимитки-не лимитки выходят, Бладшуга я просто купила то ли с третьего, то ли с четвертого раза. Я-то думала, что он выпускает очень маленькими партиями. Оказывается, партии-то здоровенные, просто так быстро разбирают. И вот где Райланды, наконец, разговаривали. Прям никак не остановится. Пока все прикалывались, молчал. Правильно, говорить по существу надо. Я знаю, что мы могли бы проводить тест-группы. У нас есть кучка таких покупателей косметики. Подростки в клетках, в комнате. Вау. И снимать это. Это весело. Мы зовем тип-бьюти-гуру, чтобы делать уроки. Но не говорите им, что это я. Я собираюсь честно обозреть это. И это потрясающе. Фак. У меня стояк. У меня тоже. Фак. Слава богу, что тут есть стол. Точняк. Походу, во втором сезоне мы все это реально увидим. Слушайте, круто было бы. Я не про стояк, а про затест косметоза людьми, которые не знают, что они там тестируют. Эта фабрика великолепна. Я не могу дождаться всего этого. Какое следующее приключение? Куда мы отправимся? Следующая вещь, которую мы собираемся сделать, будет сюрпризом. Ок. Я кое-что совместил. Сейчас ты здесь, что отлично. Но я хотел бы увидеть, каково это быть тобой до всех успехов. О, вау. О, хэ. Я встретился с твоим бывшим арендодателем и получил доступ... Стопы. Ой, нет. Первоначальные апартаменты. Я имею в виду буквально номер. О, вау. Ок. Как долго ты там сидел? Ой, у меня мурашки. Почти 4 года. И как долго ты искал? 8 лет. И это было одно, что мы не обсудили. О, да. Да ты... Да вот моя бывшая домоздавательница чудесатая. Я люблю ее. Я никогда не задерживал оплату за квартиру, кроме одного раза. Ого. Джеффри помнит домоздавательницу? Нет. Вообще, это неудивительно. Но вам неудивительно это, зная его образ на экране. Как ты зарабатывал на аренду? Разными способами. Сосал, тракался, записывал музло. Ок. Я люблю это. Да, люблю это. Да, там много сумасшедших воспоминаний. Я выбирал один маршрут каждое утро с моей собакой. Три-четыре раза каждый день вокруг квартала. Ой, мы тоже с собаками. Я возьму большую. Хорошо, погнали в прошлое. Я большой собак, правильно? Гарретт. Так закончилась четвертая серия первой сезона и сериала про Джеффри Шейна Доусона. И осталась всего одна серия в первом сезоне, которую я, скорее всего, как обычно, разделю на две части, потому что она очень морально и время затратно. Ну, как вам этот выпуск? Я, честно говоря, в шоке. Почему я говорю на протяжении всей этой серии? Потому что хрюшек нам уже показали, палетку или палетки, я уверена, нам тоже скоро покажут. И подозреваю, что все эти разговоры и сказанные в них слова вообще ни разу не просто так. И я вообще не удивлюсь, если все идеи Шейна, Гаррета, Джеффриа, Райланда воплотятся в жизнь, как уже и сказала. А что думаете вы? Давайте делиться в комментариях, а потом будет очень весело сравнить все наши с вами предположения и то, что выпустили на самом деле. Ребят, если вам нравится этот сериал в моем исполнении, еще раз попрошу вас поддержать меня любым способом, чтобы он продолжал выходить. Желаю всем солнышка, отличного настроения и классной качественной косметики. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok